Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, описание этих работ. Святой Юлиан и Искупитель, фреска Андрея дель Кастани, написана около 1455 года, находится во Флоренции. Примерно в 1453 году Андрея написал для церкви Сантисима Ануцинциата две фрески Святой Юлиан и Искупитель и Святая Троица, Святой Ироним. Эти две работы демонстрируют характеристики, типичные для его позднего стиля живописи. Андрея здесь наполняет свою фигуру грубой правдой и внутренней духовностью. Фигура Святого Юлиана больше не является утонченным джентльменом, которого он изобразил в Берлинской Мадонне. Здесь он просто молодой человек, искренне раскаивающийся, причиненным им вреде. Над его волосами, переливающимися золотыми бликами, металлический нимб реалистично отражает голову святого. Над Юлианом, частично скрытый розовыми облаками, Христос дает свое благословение. Есть документальное свидетельство о том, что в образе Джулиана художник увековечил самого себя. За спиной кающегося святого виден крестьянский дом в горах. Говорят, он очень похож на сгоревший дом семьи живописцев. По обе стороны от святого, посреди тосканского пейзажа, Андрея проиллюстрировал несколько эпизодов из жизни святого. Ну, такое описание нашел в интернете к работе Андрея Дель Кастанио «Святой Юлиан и Искупитель». Написано около 1455 года. Находится во Флоренции. Пока-пока, до свидания, рассматриваем работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова